Статья отражает тот факт, что вы с этой организацией знакомы. Отсюда у нас вопрос. Подавала ли эта организация ранее на данный аукцион документы? Если нет, то как осуществили выбор данного подрядчика, хотя они из другого города? Ответить нам лучше, подавала или не подавала Булуков, потому что он контролировал весь этот процесс от начала до конца. Они к нам обратились, мы как резидент посещения не можем им отказать от первого. По поводу, у них большой опыт, и они прошли по всем критериям. Также они взяли паркусовую гарантию, мы с ними заключили. Как с единственным представщиком, с законом это не запрещается, так как конкурс не состоялся уже много раз. Мы все об этом знаем. Поэтому будем работать в вручном режиме с первого дня. А сумма контракта остается та же самая? А почему же они не заявляют? Что я мешала через конкурс также пройти? Я не знаю, не могу вам сказать. Вы лично связаны с этой организацией? Я лично не связан с этой организацией. То, что я знаю, что она строила в городе Саратове, и как бы так же, как написали к Спартаке. Были претензии к проекту? Были претензии. Я вам еще раз говорю, вот смотрите, по поводу срывок сроков или что-то еще, к любой компании есть претензии. К любой проектной организации есть претензии. Но причины того или иного, они могут быть разные. Например, по поводу Спартака, там неоднократно были срывы сроков, тяжело зашли. Зашли, и там было потом у нас в процессе стройки вода в котловане, которая не давала, о которой все говорили, грунтовая. Потом оказался это Д-плюс и все остальное. Там реально заливали фундамент с насосами, выкачивали это все. Поэтому довели его до конца. Я думаю, что все-таки, наверное, самое основное, когда подрядная организация, это когда люди доводят до конца, не бросают, как некоторые объекты у нас есть, здесь даже у Балакова, и несут за собой гарантийные обязательства. Это самое основное. Как генеральный подрядчик, они заходят на все виды работают? Они заходят на все виды работают. И электричка, и... Да, полностью все. По аукциону были требования, что в течение пяти дней должны установить видеокамеры, чтобы круглосуточно можно было набрать... Обязательно. Обязательно. После подписания контракта, мы сейчас уже вели переговоры с компанией Ростелеком и еще с другими. Пожалуйста, кого-то они выбирают, чтобы нам поставили видеокамеру, чтобы у нас уже все... По всем требованиям по федеральным проектам это безусловно обязательно. И я вам скажу даже, что на другие проекты, которые будут у нас в дальнейшем реализоваться, мы также будем ставить видеокамеру. Это хорошая практика. А жители увидят или только вы будете... Это условия мы опять будем посмотрим по соглашению, кто их должен иметь. Если там в соглашении написано, что должны видеть жители, и все. Ну, конечно, дадим пусту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!